Будем следить на протяжении шести лет, как он будет раздавать миллиарды, которые пообещал. Вот. А это что мне тут накидали? Вот мы говорим с вами, говорим постоянно, надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. Обещали все, что не попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Это просто то, что мы сейчас наблюдали два часа. Если сказал, должно быть сделано. Ну посмотрим, посмотрим. Поймал на слове. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Рассчитывать или считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым. За пять лет мы должны построить в России не менее тысячи школ. О, вот как раз, помните, я про школу говорил? Эти же пять лет... В 2011-м он тоже про школу делал, в 24-м тоже про школу делал. Вот буквально. Я же не врал, это я же не он. Че мне п***ть-то? У нас не должно остаться ни одной школы в аварийном... Ну, в 24-м году он стоит и опять про школу, рассказывает, что б***ь, аварийные школы, надо строить. Сколько там лет прошло с 2011-го? Все еще б***ь построить так и не смог. Наглядно, ребят. Состояние. Да, и в 24-м тоже. Не-не, я видел другой видос. Там была буквально статистика, показывающая, что происходит со школами. За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Опять. Абсолютно реальная задача. В 2011-м году. В этом он тоже... В этом обращении он то же самое сказал. На четвертое место он вроде пообещал, да? Ну, за 13 лет... Да. А, в 20-м отказалась? Ничего, в 24-м вернулись к этой цели. Опять. Ну что, как все президенты, всегда льют воду и Америки, и России. Надо смотреть в дальнейшем, что будет по его факту. Ничего путного не было и интересного в выступлении. Не, но мы смотрим, что было в прошлом, ничего путного. Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную... Ой, про это тоже было сегодня сказано. В том числе, накопить достаточно средств и для сохранения достигнутого уровня жизни после завершения... Одно и то же, я говорю, одно и то же повторяет из года в год. Да, людям вообще по... Они сидят, да, да, да. ...трудовой деятельности. В то же время очень важно, чтобы сегодняшние пенсионеры и инвалиды, не имеющие таких возможностей, получали достойные пенсии и пособия. Я пенсионерка, у меня пенсия там 15 с хвостиком. Ну, что я могу сказать? Ну, он смеется над нами и все. Ну да, а голосовать все равно пойдем за него. Ну а что, на других кандидатов смотришь, плакать хочется. Нищая жизнь. Что там? 20? А сегодня он сказал, что там? 13? Это за 4 года. Видали, как жизнь улучшилась? Несмотря на санкции и повышение процентной ставки и так далее, повышение цены, они так или иначе выросли. Доллары там, соответственно, на курс рубля, цены на технику. Да! Да ну ты шо, какая бедность? Куда 7 миллионов делись? Нам надо добиться, чтобы... Резко богатыми стали, ребят. 7 миллионов за 4 года. Верите в такие результаты? Реально, с колен поднимаемся. Очень хочется в это верить. Все граждане нашей страны использовали свои знания и умения, а там, где необходима помощь государства, имели возможность получить качественное образование, поддержать свое здоровье, приобрести жилье, получить достойные доходы. То есть, иметь уровень жизни, определяющий принадлежность к так называемому среднему классу. Ну, сегодня тоже про средний класс вроде он тоже это все говорит. Да, и что минимальной планкой доли среднего класса в структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60, а может быть и 70 процентов. Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах... Будем смотреть сегодня вечером интервью Гордона с Борисом Джансоном. А что у них с Борисом Надеждиным? Сегодня вечером, а ты уверен, что я сегодня вечером подрублю? Тебе что, мало сейчас трансляции? Не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика мирового банка. Она заключается в том... Так, а что такое средний класс в России тогда? Что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплата труда. Все вот. Два раза больше. Так, значит, если он хочет мрот 35, это типа средний в России 70-80 тысяч? Так. Это... И небожители, и люди, которые делают экономику, прекрасно понимают, что в нашей стране 17 тысяч в месяц это никакой не средний класс, но я думаю от 50 до 100 тысяч рублей в месяц средний класс. А, полтора? Либо 17 тысяч пожил в наше время. Не, ну сейчас до 30-го-то года точно... Зуб даю. Подчеркну, мне намерены что-либо у кого-либо отнимать. Он в этом обращении то же самое говорил про бизнесы. Ну и хватит кошмарить бизнес, не отнимайте его. 2008 год, 2024, то же самое, все еще отнимают. Да шо ж ты будешь делать-то? Мы самодостаточная страна. Или он про что? Крым, это часть... А, это он про Крым что ли? Ладно. Украинского государства. Я думал про бизнес, ладно. И мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой стороны. Тай! Мы должны построить инновационную... Я не знаю, как ему вообще из-за вот этого всего выбраться. Я думаю, что, ну, на самом деле, чтобы отмыться от того, что он говорил и не выполнял, ему надо сказать, что, ну, ребят, ну это реально клоны были. Я за них не отвечаю. Какую-то несли. Я этого не обещал. Я вообще банкетный как бы, а это все там другие были. Реально признать уже, что реально есть клоны. И это они несли чушь. А я вообще-то другой. И вот. Экономику. Укрепить демократические институты. Многое нужно изменить к лучшему по экономике, в социальной сфере, в жизни наших граждан. Лица не меняются из года в год. Что в одиннадцатом году сидят... Что в этом году тоже... Вот такие перекошенные все. Уверен, мы это в состоянии сделать. И сделаем. Вот этот изменился только. И нет ни одной серьезной причины, которая не позволила бы нам достичь поставленных целей. Ни одной. Ни одной. У нас одна из проблем, которая возникла за последние годы в стране – недоверие к деятельности руководства. Ты же, по-моему, раньше у них хеккал. Это доверие может быть восстановлено только если то, что мы говорим и обещаем, будет исполняться. В экономике, в финансах, в политической сфере. Везде. Если сказал, должно быть сделано. Без блокирования. Ну, ты сегодня много чего сказал. А это что за... Ладно. Сегодня ты много чего наговорил. Посмотрим. Вот еще какой-то... Первого срока обещал, что за 15 лет Россия догонит по уровню жизни беднейшую страну старой Европы – Португалию. В 2013 году... Мы на первом месте. В России это почти удалось. Тогда разрыв между ВВП стран составлял всего 50 долларов. А теперь он почти 5000 долларов. Что еще обещал Путин и что из этого получилось? Четыре раза Путин обещал не повышать пенсионный возраст. Несмотря на протесты, с 2019 года выход на пенсию постепенно повышался. С 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. В 2007 году Путин заявлял, что нужно растить средний класс. В 2013 лет он отметил, что 70% граждан России уже принадлежат к среднему классу, потому что зарабатывают больше 17 тысяч рублей. Это 170 долларов. Еще один сомнительный успех. В 2022 году бедных стало меньше. Это исторический минимум с 90-х. Власти считают, что это заслуга адресной поддержки малоимущих. Но никто не учел смертность пенсионеров из-за ковида и выплаты семьям. Я вот купил себе стимдек. 600 долларов. Это как пять штук стимдеков. Ну четыре, ладно. ...мобилизованных, среди которых очень много бедных. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Ладно. Ну, короче, все, ребят. Я не знаю, что еще сказать. Ну, как? Вот еще донести до людей информацию, да? То есть, ну, чтобы они понимали вообще, не слушали, не верили всему этому. А то сейчас нас слушаются, естественно, побегут голосовать сразу. Как это вообще работает? Сколько лет уже, а?